Одесский национальный университет имени Мечникова – один из старейших вузов в Украине, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге лучших. И 13 мая 2015 года вуз празднует свой 150-летний юбилей. На протяжении всей истории выпускники «Альма-Матер» становились знаменитыми учеными в различных сферах деятельности. Из здешних стен вышли изобретатели противогаза, первого в мире киноаппарата, вакцины от сибирской язвы, чумы и холеры. «Одессу, как правило, знают по трём знаковым точкам. Это Одесский оперный театр, Одесский порт и Одесский университет имени Мечникова. Славная история, очень много выдающихся учёных работали. Мы гордимся тем, что мы носим имя Ильи Ильича Мечникова, лауреата Нобелевской премии, который получил её уже, работая в Париже в институте Луи Пастера. Но, в общем-то, основные свои идеи фундаментальные разрабатывал именно здесь». Как отметил ректор Игорь Коваль, Ассоциация выпускников и друзей университета поможет объединить выпускников всех факультетов разных лет обучения. Среди бывших выпускников и многолетних друзей вуза – нынешний директор Литературного музея Татьяна Лептуга. Она по сей день с огромной благодарностью вспоминает своих преподавателей. «Множество имён, всех перечислить невозможно. Это были прекрасные люди, сверхэрудированные, которые нам очень много передали. Так получилось, что прямо с пятого курса университета я попала, в музей ещё не созданный. И создавая музей, мы очень тесно сотрудничали именно со своими преподавателями. Они помогли нам собрать первые экспонаты музея». Во имя прежнего студенческого братства и в благодарность университетским стенам за полученные знания и путёвку в жизнь и создаётся новая общественная организация. Пока что Ассоциация лишь на начальном этапе формирования. «Прежде всего мы должны организационно оформиться и получить хорошую базу данных о наших выпускниках, тех, кто готов сотрудничать. Потом, в общем-то, в любом таком деле, безусловно, очень важны проблемы фандрайзинга. И я думаю, что это тоже вот этим должна заняться Ассоциация, напрямую обращаясь и предлагая уже, конечно, конкретные проекты. Я думаю, что здесь может быть и учреждение какой-то специальной стипендии для наиболее талантливых студентов». Выпускники прежних лет, успевшие успешно реализоваться каждый в своей отрасли и присоединиться к новой организации, предлагают в рамках Ассоциации реализацию своих проектов. «Мне удалось на одном из международных аукционов купить календарь Ришелевского лицея накануне основания университета. Мы попытаемся его переиздать, и к 150-летию будет какой-нибудь памятник». «К 150-летию у нас будет какое-то фундаментальное, так сказать, издание, посвященное истории университета, потому что действительно база архивная позволяет, я думаю, не одну, так сказать, кандидатскую и докторскую диссертацию подготовить». В планах Ассоциации улучшить материально-техническую базу университета, восстановить теплицы в Ботсаду, которые пострадали после урагана в 2012 году, реконструировать стадион, заложить аллею выпускников, открыть музей университета. Оргкомитет приглашает всех, кто причастен к университету и хочет внести свою лепту помощи, присоединиться к юбилейной инициативе своей «Альма-Матер». Продолжение следует...